МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102 о новостях Волгограда и области. Дом на университетском проспекте, пострадавший от взрыва газа, решено снести и больше не строить на этом месте жилых домов. Волгоградские подростки стали чаще попадать в наркологию с алкогольными отравлениями и интоксикацией от лекарств. К началу в России Кубка конфедераций с участием национальных сборных в Волгограде организовали футбольный фестиваль. Муниципальные чиновники из МБУ ЖКХ Красноармейского района Волгограда попались на крышевании торговцев. За сбор денег с предпринимателей, которые арендуют участки под торговые точки в Красноармейском районе Волгограда, задержана преступная группа. Всего под подозрение попали 4 человека, среди них начальник и инженер районного отдела МБУ ЖКХ. В свою преступную схему чиновники вовлекли еще двух безработных жителей Красноармейского района, которые должны были отыскивать таких нарушителей, под угрозой привлечения к ответственности заставлять их подписывать договоры аренды на земельные участки, где располагаются торговые точки, а в случае отказа сообщать об этом организатору преступной группы. Тот, в свою очередь, будет направлять своих сотрудников для составления в отношении этих граждан протоколов об административных правонарушениях. Только за 4 месяца с января по конец апреля 2017 года такая схема позволила чиновникам и их сообщникам собрать с двух мелких торговцев свыше 65 тысяч рублей. Взяточников удалось изобличить во многом благодаря активной поддержке правоохранительных органов, оказанной администрацией Красноармейского района. В операции участвовали сотрудники главка МВД и ФСБ. Чиновники были задержаны с поличным. В ходе обысков была обнаружена вся документация, которая касается личных и юридических данных предпринимателей, дававших взятки. Снести дом номер 60 на Университетском проспекте в Советском районе Волгограда решено окончательно. Сроки пока не определены, но демонтаж начнется только после выделения финансирования и завершения конкурсных процедур по выбору подрядчика. Со дня трагедии со взрывом бытового газа и гибелью четырех человек прошел ровно месяц. Многие жители, потерявшие квартиры, уже завершают процедуры по реализации жилищных сертификатов, оплаченных из областного бюджета. Сегодня на встрече с представителями власти люди выразили желание, чтобы на месте старого дома разбили сквер. Здесь не будет строительства здания, это точно, это можете не сомневаться, да, то есть жилой постройки не будет. То, что здесь максимальная территория будет отдана под вопросы благоустройства, опять же, сквер, опять же, надо его смотреть, не просто сквер сделать, а, естественно, этот сквер будет, все дома здесь рядом находятся. Надо у жителей спросить, ну, наверное, какие-нибудь площадки спортивные, детские, то есть надо посмотреть, что здесь делать. Но если так уж получилось, то надо же приводить это полностью в порядок. Позитивы встречи, посвященной проблемам пострадавших жителей и дальнейшей судьбе разрушенного дома, добавил молодой отец Владимир Макаренко. У него недавно родился сын и семья уже определилась с выбором новой квартиры. Все было сделано на высшем уровне администрации района, города, то есть мы с женой выезжали с этой квартиры вдвоем. Я хочу поздравить вас. А в новую, да, будем заезжать втроем. 13-го числа родился? 13-го числа, да. Как назвали? Тимофей. Да, спасибо большое. Завтра в 6 вечера на площадке напротив разрушенного дома на Университетском проспекте начнется благотворительный концерт в поддержку пострадавших от взрыва газа. С начала года в Волгоградскую областную наркологическую больницу поступили 45 подростков с алкогольным отравлением. По данным врачей, спиртным в этом году стало травиться больше детей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Зачастую подростки 15-16 лет попадают к медикам с сильнейшей интоксикацией. Кроме того, уже 20 подростков прошли лечение в наркологии после того, как ради снятия напряжения приняли лекарства без показания докторов. Нестационарная торговля в Волгограде начинает новую жизнь в сером. Киоски и павильоны такого цвета стали появляться в разных районах города при введении всех торговых точек к единому архитектурному стилю требований администрации города. С марта вступила в силу новая схема размещения ларьков, рассчитанная до 2021 года. Как правило, у нас объекты стоят по 15-20 лет. Понятно, что за 15-20 лет они приходят уже в удвешалое состояние. И если экономически он считает, что мы поставить, чем делать демонтаж, снова переваривать. То есть понятно, что это технологический процесс. Все ли владельцы нестационарных объектов спешат вставать на новые рельсы? Какими трудностями это сопровождается? Во сколько обходится тюнинг старых киосков в итоговой информационной программе «Взгляд с высоты. Воскресенье». К открытию в России Кубка Конфедерации, который, как и чемпионат мира по футболу, проводится под эгидой FIFA, в Волгограде организовали спортивный фестиваль. Комсомольский сад в Центральном районе превратили в интерактивный футбольный стадион. Участниками праздника стали профессиональные игроки, студенты Волгоградской академии физической культуры и их коллеги – юные футболисты. Кубок Конфедерации, турнир с участием национальных сборных, которому посвящен сегодняшний футбольный фестиваль в Волгограде, пройдет в России с 17 июня по 2 июля и станет для организаторов своего рода репетицией перед чемпионатом мира 2018. На этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова